Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советуй это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Также в нашей группе ВКонтакте Starstable Questions открылся свой мини-магазинчик услуг, в котором вы сможете записаться на занятия, оформить уход за лошадью или же ее тренировку, ну а также помощь в прохождении ивентов. Так что если интересно, переходи по ссылке в описании. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналя, и сегодня мы будем смотреть реакцию на спойлер уже на следующей неделе, как грядущих лошадок, уже даже через несколько дней, реакция на Норикера. Если вам интересна эта реакция, вы смотрите ее уже после выхода данной лошадки. Надеюсь, вам все равно будет интересно увидеть вот эту мою реакцию. Так что устраивайтесь поудобнее, наливайте чаечек и давайте смотреть реакцию на этих лошадок. Я не знаю почему, но всем очень интересно узнать мою реакцию. И мне кажется, потому что все каким-то там своим пятым чувством почувствовали, что они мне понравились. Так что мы включаем наш YouTube, опять же, с крутящимся хромакинем и смотрим. Могу сказать сразу, что лошадки мне очень сильно понравились, но полный обзор, конечно же, мы будем наблюдать прямо сейчас. Включаем, включили. Вот, вот это моя шоколадка, больше всего понравилась. Они очень классные и мне лично напоминают Северо-Шведа. Очень сильно напоминают Северо-Шведа, поэтому, разумеется, я их очень-очень сильно хочу. Особенно вот эту булочку очень сильно хочу. Я изначально хотела, чтобы они добавили Норикера, Далматинчика, как Кнап Струпера, в такую мелкую точечку. Они его не добавили. Вот, поэтому пока что мое сердце занимает вот этот вот, вот этот щеколадный дружочек. Очень нравится. Они вот вроде бы очень элегантные, очень красивые, по всем аллюрам. Прям мне очень сильно нравятся, но когда смотришь на них спереди, это такая бочечка, которая вот так вот носится. Элегантнейшее осаживание, очень красивое, аккуратненькое, прям очень нравится. Остановка с подпрыгивающей попой, не знаю почему, меня поразила. Очень сильно понравилась. Такая маленькая особенность, такая изюминка. Дыбы, я уверена, что их переделают, поэтому я даже не буду сейчас их ругать. Их явно переделают. Прыжок. Прыжок тоже переделают, но явно уже можно сказать, что не конкурная лошадь. Но, если они переделают приземление, он очень высоко прыгает. Очень высоко прыгает, что удивительно для невысокого полутяжа. Даже, ну да, полутяж. Он очень высоко прыгает, то есть на нем спокойно можно перепрыгивать препятствия а-ля 160. Мне очень нравится, как у него вот плечи, шея, вот очень. Специальная эмоция, поклон на одну ножку, как у Марвари. Но, я не знаю, есть ли это у Марвари, у Норикера эта анимация связана с нашим персонажем. Сейчас нам это покажут. То есть мы похлопываем его по плечу, чтобы дать команду, чтобы он сделал вот этот вот поклон. Очень классная эмоция. Он мне нравится. Очень нравится. И моя проблема состоит в том, что сколько штук я себе куплю. Такая малейшая мордашка, густая грива, которой я завидую, мордаха, прям, ну вот, ножки, туловище. Вот, ну, ну, по сути, вот когда-то примерно по таким же критериям мне понравился Северо-Швед. Так, у нас такой танец с задержечкой. Симпатичный. Так, уход. Поглаживания простые. Ну, это, как всегда, все криво-косо. Вот, мне даже сейчас вот интересно, гонка. Вот, он очень высоко, просто летит. А почему он такой, так, парит в прыжках? У него край прыжков, по идее, должен быть, вот, при жерде, вот, как зеленью, максимум. А на нем, я думаю, можно будет чисто проходить маршруты на конюшню Юрвика. Прям вообще. Он высоко прыгает, наверное, так же, как теннисец. Нет, по-моему, у нас сейчас самая высокая по прыжкам американская верховая. Вот они, булочки-то, мошка. Ой, кексики. Кексики, булочки, ватрушечки, просто плюшечки. Так, значит, давайте думать. Вот эта масть мне нравится. Меня смущают только черные ноги, но из всех чубарах она мне зашла больше всего. Прям впервые мне понравился черный хвост, белая грива. Настолько сильно. И вот, ну, из чубарах, наверное, да. Наверное, вот этот вот самый любимый. Я не уверена, что я его куплю. Просто, как бы, говорим вам о том, что из чубарах эта прелесть понравилась мне больше всего. Интересный, красивый, довольно милашный. Но что-то мне вот в нем градиент на шее, наверное, больше всего не нравится. Не знаю. Не знаю. Пока что как-то не особо мне он понравился. Но сделан интересно. Я даже, наверное, думаю, что это будет одна из самых популярных мастей на Юрвике. Вот еще одна булочка, которая мне очень сильно нравится. Вороной. Я не знаю почему. Мне кажется, я просто какой-то... У меня пошла эйфория на вороных лошадей. И почти в каждой вышедшей пародии, как только я вижу ворона, все. Дайте мне вороную лошадку. Он такой классный. Он очень красивый. Сказала Даша, которая только-только купила себе первого фриза третьего поколения. Обычного фриза третьего поколения. Я же вроде бы орденца хотела вороного покупать. А тут выходит вот это вот. Ой, ну вот это да. Вот мне кажется, это опять же некая реализация меня в ССО. Потому что, ну... Глазки красивые. Такой хорошенький, такой миленький. И вот, наверное, я его куплю стопроцентно. Но не уверена. Надо еще посмотреть. Поймете почему. Очень красивые прически. Единственное, мне не нравятся прически с розой. Прям вообще. А-а-а. Лошадка из приложения. Почему я тебя забыла? А-а-а. Вот. Мне не нравятся вот эти вот гигантские пятна на вот этой половине моськи. Были бы они поменьше. Я бы, может быть, бы ее прям полюбила. Но вот не знаю. Я вот... Вот эти пятна, они как будто по шаблону все одинаковые и овальные. Как, собственно, и на недавно вышедшей Аполлузе. Тоже с такими же пятнами. Мне они не нравятся. Вот вообще. Эта лошадка не будет покупаться мне на конюшню. Но могу сказать точно, она мне нравится. О-о-о. Ну, они такие классные. Такие милые. Нежные. Такие душа компания. Хорошенькие. Мне жалко лошадей видеть всех бритами. Исключение ахалтикинцы и арабы. И вот еще одна прелесть, которую я очень-очень сильно хочу. Она мне прям очень сильно понравилась. Это вот богатырская какая-то лошадка. Рыцарская. Рыцарская богатырская. И она мне тоже очень сильно зашла. Я тоже ее очень сильно хочу. Таким образом, сколько я уже три масти хочу купить себе в конюшню. Но надо будет решать только на одну. Но вот это вот. И шоколадная. Ну, бурая. Это прям фавориты мои. Жалко, что ее не сравнили с орденсом. Потому что многие говорили, что норикер выглядит как похудевший орденец. Что-то в этом есть. Он ниже шайры. Чуть выше. А, вот, да. Сравнение все-таки есть. Я забыла. Выше дартмутса. И он примерно вот на одной категории роста с началкой орденсом. Так что мне такие лошади нравятся. Продаваться. Правда, они будут в хозяйстве Серебряной Поляны. На виноградниках. Что очень-очень удивительно. Цена. Цена девяносто. Девятьсот. Не девяносто. Девятьсот старкойнцев. Красивая. Да. Так что. Вот такой вот у нас обзор. Давайте еще раз посмотрим. На масти. Значит. Вот это. Безусловно красивейшая, я считаю, из чубарок. Мне... Так. Нажмись. Мне очень нравится вот этот вот узор на мордашке. Очень сильно. Не подумала бы, что меня зацепит именно вот это. То, что глазки темные, носик темный. И вот здесь такая вот то ли размытая, смытая сердечко, стрелочка, галочка. Но понравилось. Ушки еще темненькие и торчащие из белой гривы. Это так мило. Пятна меня, безусловно, все устраивают. Они как бы вот все разные. На крупе тоже вот такие вот разные формы отметины. В общем... У меня очень мало чубарок лошадей. Сколько? Две? Пока что. Пока что две. Так что, возможно, я ее и куплю. Вот эти розы... Сейчас. Где? Верните, пожалуйста, розы. Мне не нравятся. Они как-то выглядят слишком... Вырвиглазно. И странно, что разработчики не сделали такую же... Не сделали такое же решение, как с Клейдес Далли. Если вы помните, то у Клейдес Далли тоже есть особая прическа. Укладка такая парадная для праздников. И вот там на каждую масть, по-моему, свой цвет ленточек был. То есть, сама основа этого украшения была однотипная. Но вот ленточки были... Каждая подходящая под масть лошади. Вот и здесь, наверное, бы лучше... То же самое, наверное, можно было бы сделать. Я не знаю. Потому что мне кажется, вот эти вот ярко-алые розы на некоторых мастях... Ну, не смотрятся, что ли. Ну, на эту масть я уже сказала. Мне не нравится переход на шею. Все остальное мне симпатично. То есть, да, здесь даже розовая носопыра не играет мне роли. Чисто голубые глазки симпатичные такие. И вот слишком одинаковые пятна. Они практически не отличаются по размерам и по формам. Там очень много схожих отметин. И это как-то... Так, ну, тут вон, тут все понятно. Красотулечка. Так, шоколадного мы тоже уже посмотрели. Где там еще один... Вот. Лошадь из приложения. Ну... Ну, мне гривы нравятся. Очень нравится грива. И... Очень нравится, как сделаны пятна на ногах. К пузику. То есть, вот здесь мне очень сильно нравится тело. Хвост, грива, тело. Пятна на шее, в принципе, тоже. Но мне не нравится морда. Мне очень не нравится, как сделали пятна именно вот в этой зоне. Вот на правой стороне, около глаза. А в остальном... Красотуля пятнистая. Далматинчик. Красивейший. Просто очаровательный. И очень классные прически. Вот только, опять же, роза вырви глаз. Здесь, кстати... А я вообще не помню, чтобы я что-то говорила об этой масте. Я о чем-то другом начала разговаривать, да? Или мы как-то... Я проморгала ее? А здесь... А кто у нас имеет такую же масть? По-моему, магический клейдесдаль. Камушек магический. Да, магический клейдесдаль, который такой бежевый камень с мхом. Вот он в городском облике имеет похожую масть. Масть красивая. Но, мне кажется, все-таки, вот если бы была бы черная грива или такая серо-серебристая, то было бы, наверное, поинтереснее, чем вот этот градиент с рыжими концами, который, если честно, мне редко на какой лошади заходит. И вот на этой масте... Масть мне вся нравится. От кончиков копыт до ушей. Мне не нравится кривый хвост. То есть этот светло-серый, в рыжий. Ну... То есть, вот, может быть, лучше было бы, если бы они сделали вот этот... Вот серединка темная, что вот это была бы вся длина. А светло-серым сделали бы концы. Вот это было бы намного интереснее. Намного. Ну да. И что, все? А, ну и последняя масть тут... Ну, как бы яблоки, проточки... Ну, даже нет, полосочка. Просто красота какая мне. Вот, вот очень сильно понравилось. Я не знаю даже, кого выбрать. То есть, ну, 3-4 масти к покупке. Я не знаю, кого покупать. Они очень классные. Пока что хочу сделать еще акцент на алюрах. Потому что мы их так тоже плавно прошли мимо как-то. Шаг очень аккуратненький. Такой умеренный, спокойный. Для прогулок будет одно удовольствие. Рысь. Это выистковый тяжик. Вот одна радость смотреть будет на тренировках. И что кто-то на нем кататься будет. Манежный. Мне тоже очень нравится. Перед не слишком подскакивает вверх. Круп не слишком прыгучий. Голоп. Очень видно. Ведущие ноги. То есть, как он... И он прям вот весь в этом голопе. Я люблю такую анимацию. Что он весь импульсивный. Такой прям вот живой. Так, у нас прибавленный, по-моему, голоп. Прям дикий конь. Табуны будут классно изображаться данной породой. Ну, а вот про осаживание. Да, я говорила, что очень аккуратное осаживание. Так что... Я думаю, можно заканчивать обзор на данную породу под названием Норакир. Мне она очень сильно понравилась. Однозначно буду покупать на основу. Что бывает сейчас очень редко. Вывод. Очень милая и симпатичная лошадка. Которая может стать вам верным другом на прогулках, на выездке. Потому что это лошадь с такой анимацией. Если разработчик ее не попортит. Тьфу-тьфу-тьфу. Если они не испортят анимацию, то смотреть, как на ней занимаются на выездке. Или даже выступают на выездке. Будет блаженство. Вот прыжки. Это мы ждем. Надо смотреть в игрушки. Но такую лошадь по экстерьеру пускать на конкурт было бы странно. То есть на открытый конкурт, ради бога, приходите кто хотите. Но все равно как-то он невысокий. Такой он коренастый достаточно. И вот прыгать там 160, это очень глаза вываливаются. Вот. Я лично буду, наверное, как бы с такой лошадкой в неких а-ля Soul Horse. Лошадь для души. Как Зюня. Правда, на Зюне я катаюсь очень редко. Это мой северошвед любимый, но редко замечаемый всеми. Потому что очень мало на ней катаюсь. Вот. Вот это что-то как северошвед. Как будто взяли и обновили северошведа, но с другими мастями. Вот. Вообще ставлю этой пародии пока что... Переносце зачесалось. Пока что ставлю, наверное, 8 из 10. Минус балл за анимацию прыжка. И минус балл за дыбы. То есть если они их сделают нормальными, ну, доработают мы, когда увидим эту лошадь уже вышедшую в свет, там уже, думаю, будут все 10 из 10. Масти ставлю за разнообразие 10 из 10. Ну и, конечно же, хотелось бы светло-серую лошадку такого типажа, потому что она очень симпатичная. И дайте светло-серого голландца. Вот. Так что на этом все. Обзор подошел к концу. Спасибо, что посмотрели его. Ставьте лайки и пишите комментарии, какая же масть из данных красавчиков вам понравилась больше всего. Кого и в каком количестве вы будете покупать. С радостью почитаю ваши комментарии на отзывы по данной пароде. Так что всем пока. Удачи вам. Ну и до встречи в следующем видео.